Сержанты, майоры и полковники в отставке. На боевых мундирах ветеранам Великой Отечественной, приглашенных на торжественную церемонию, можно было без труда прочесть личную историю каждого из присутствующих защитников Родины. Историю в медалях и боевых наградах. Конечно, кто-то из ветеранов прийти не смог, здоровье не позволило, однако состав был почти полный. Из 25 награжденных, 20 получили правительственные юбилейные знаки отличия лично, вручал их глава администрации Московского района Александр Рогачук. Среди них Андрей Петрович Бузылюк, который, как и его фронтовые товарищи, знает настоящую цену юбилейной медали. Воевал я на 3-м Усламском фронте, госпиталь у меня, Венгрия, госпиталь, Австрия. Ну и как говорят, что надо здоровье. Я говорю, нет, года два тому я придумал. Может быть так, но мужчинам надо счастье, потому что пуля не убивает никогда двоих, одного. А когда мы шли в атаку, и тоже снайпер уложил в моего друга. И теперь мы должны кланяться им, носить цветы, пока мы будем жить, потому что они свою грудь подставили. Чтить память тех, кто ценой о собственной жизни подарил мир и свободу будущим поколениям, долг каждого из нас. Поэтому по традиции церемония чествования медалистов Московского района города началась с митинга реквима памятника воинам-интернационалистам. Затем встроенная колонна отличников учебы под звуки военного оркестра эффектно проследовала навстречу новой жизни и получение своих заслуженных наград – золотых и серебряных медалей. В Московском районе сегодня замечательный праздник. Более 70 лучших выпускников Московского района получают золотые и серебряные медали. Шесть из них – это выпускники гимназии номер два города Бреста. Самые умные, самые талантливые ребята. Я убежден в том, что все у них сложится. У них есть хорошее прочное знание. Самое главное для них – выбрать правильный жизненный путь в дальнейшем. 67 золотых и 5 серебряных медалистов, 5 победителей республиканских предметных олимпиад, а также 5 выпускников, достигших успехов в спорте, искусстве и общественной жизни. Прежде чем получить свои заслуженные награды, молодые люди 11 лет штурмовали точные и гуманитарные науки, чтобы в день выпускного города с высоко поднятой головой пройти по красной ковровой дорожке и получить почетное звание медалиста. Безусловно, чувствую огромную радость, что все старания, весь труд, который был совершен на протяжении этих 11 лет, пошел не зря. Я вижу благодарные глаза и счастливые глаза моих родителей, учителей и чувствую гордость даже за саму себя. Конечно, немного грустно, что школа заканчивается, но я не отчаиваюсь. Впереди учеба в университете и интересное будущее, поэтому я смотрю с улыбкой в него. Ярким акцентом на праздничном вечере стали выступления лицеистов и военного оркестра. Ну а эффектную точку торжеству для выпускников москвичей поставил вальс, исполненный учащимися, вызвавший ностальгическую улыбку у всех присутствующих. Ветераны, получившие в этот день медали за свой беспримерный подвиг, с доброй улыбкой наблюдали за молодыми людьми, кружающимися в вальсе. На казах слезы, в душе радость и понимание, что именно они отстали счастье своих потомков. И именно в такие моменты ощущается связь поколений. И деды, гордя со своими внуками, получающими медали. Но, к счастью, за отличную учебу, а не за военные заслуги. Глубоко символично, что сегодня у нас в московском районе в администрации состоялось вручение медалей дважды. Вручение медалей двум поколениям. Медали ветеранов войны и медали нашим замечательным выпускникам. Вы знаете, я в этом вижу большую логику и символизм. Потому что благодаря победе Великой Отечественной войне, благодаря освобождению Республики Беларусь, мы имеем систему образования. Мы имеем этих замечательных детей, которые сегодня получили свои первые в жизни награды. Я очень хочу, чтобы у них не было боевых наград. Чтобы, в отличие от старшего поколения, у них все награды были связаны с созидательным трудом, с учебой, с научными открытиями. Я хочу пожелать им удачи в этой жизни. И очень хотел бы, чтобы вот эта замечательная традиция, которая у нас появилась в московском районе, имела свое предложение. Чтобы каждый год количество медалистов было больше. Чтобы каждый год мы вводили больше номинаций за те славные дела, которые делают наши школьники в период обучения. Чтобы каждый год мы могли сказать спасибо нашим замечательным педагогам московского района, которые, поверьте, достойны самой высокой оценки. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.